Всем привет! Это Игорь Немли и сегодня мы разберем одну из партий открытого Кубка Москвы, который прошел в интернете, в онлайне 12-13 сентября. И это была партия четвертого тура, то есть в воскресенье в 10 утра. Играли Слава Каймин и Оскар Хусаинов. Слава белыми, Оскар черными. Ну, вы все знаете Славу по его стримам. Он читает лекции, ведет стримы, в том числе на YouTube-канале РФГ. Вот даже эту свою партию он тоже стримил. Правда, это был второй день и было на его канале StarRise TV. А ссылка есть, опять же, на стриме первого дня на канале РФГ. Можете там тоже посмотреть, что он про это говорил. Ну, а Оскар, это тоже очень быстрорастущий, талантливый мальчик, но уже не из Жуковского, а из Казани. Это наш, да. И он сейчас вроде бы третий Дан. Уже не раз обыгрывал очень сильных игроков, хотя ему самому очень мало лет. И в детских турнирах выигрывает, и взрослых обыгрывает уже не единожды. Вот. И да, я могу открыть таблицу, показать. И, как мы видим, в этой партии, четвертый тур, Оскар выиграл. Ну, собственно, из-за этого он и занял третье место, но не только из-за этого. Он обыграл еще нескольких человек. Но вообще войти в тройку, обогнав четвертых, пятых, третьих Данов, это хорошо. И он это сделал, проиграв, по сути, только двум профессионалам. Вот. Таблицу мы закрываем. И давайте смотреть партию. Собственно, за что я ее выбрал, сейчас увидите. Обычный низкий Китай. Вот против него мы раньше так и играли всегда. Сложная Джосека. Та-дам! Ее никто полностью не знает, поэтому все именно ее сейчас и играют. Довольно популярный вариант. Хотя, не знаю, компьютеры играют ее или нет, но вариант стал популярен. Вроде бы один из правильных вариантов, но вроде бы вот не этот ход. Потому что черные позволяют испортить себе форму, а потом еще и забрать два камня. Да, у них есть цента, но после этого у белых угол, они стабилизированы, у них все сильно. А у черных просто кочерга. Да, вот три этих белых камня, конечно, слабые, но что с ними делать? Съедать их? Да, черные начали атаковать. Но предположим, что белые захотят отдать. И даже в этом случае черные не получат так уж много, потому что это как бы строительство очков от стенки. А белые потом, если сыграют где-то здесь, то у них уже будет почти готовая территория защищенным углом. За просто так. Потому что эту стенку черные получили за тот угол, а здесь белые получили просто лишние камни. И, конечно, черным от стенки хотелось бы получить что-то больше. Но не играть же, если черные сыграют здесь, то как раз они получат контратаку, и еще и стенка станет слабой. Таким образом, вариант явно не в пользу черных. Ну и, тем не менее, единственное, что остается, это как раз атаковать. И белые могли бы отдать камни. Но почему я уже говорил в своих лекциях, наверное, и еще скажу, что камни, прилипшие к сильным камням соперника, если они никого не отрезают, не строят свою территорию, вот такие камни стоит отдавать. Потому что чаще всего они идут по номиналу. То есть, если бы черные пытались съесть один вот этот камень белых, они получили два очка. Ну, не два, конечно, еще троечку рядом, но все равно это очень мало. А белая стенка, это огромная стенка, она дает усиление здесь почти территорию либо этого куска, либо этого куска. Вот даже если вставить сатари, чтобы ослабить позицию, все равно у белых пока лесенка работает, и еще и по ноге будет в центре. То есть, все у них сильно. За всего лишь несколько очков черных. То есть, понятно, что черным нельзя ни в коем случае съедать такие камни напрямую, а белым, соответственно, можно их отдать. То есть, слабые камни, прилипшие к сильным камням соперника, не нужно спасать, а наоборот нужно жертвовать. Но, тем не менее, в данном случае белые решили еще и побороться, и тоже имеют право, поскольку у черных не абсолютная стенка. Даже если они съедят камень b16, ходом b18, это будет всего один глаз, а нужно два. Поэтому можно и побороться. И вот такое интересное разрезание. Ну да, если играть обычные Цуки Ноби, то у черных все-таки будет хорошая ситуация, а белая группа какая-то безглазая и слабая. У черных как раз идеальная форма. Поэтому, разумеется, нет, надо придумать что-то другое, например, разрезание. И это попахивает жертвой. Черные, конечно, думают над этим ходом. Было бы вот так. У черных хорошая крепкая пануки. Оно бьет сюда, в угол, и на вторжение сюда. Но и белые теперь больше стабилизировались. Они, скорее всего, бегут. И черные, скорее всего, бегут, поскольку не режутся. Легко проверить. То черные имеют право делать этот ход. Значит, бегут оба. И, с одной стороны, для белых тоже хорошо. Они гонят слабую группу соперника. С другой стороны, все бегут на черную территорию. И при грамотном использовании черные могут сначала ближе подбежать к своим. А потом уже начать городить мою. А белые все еще бегут. Понятно, что будет не так. Это я просто на угад поставил. Но, в целом, смысл такой. Возможно, черным стоило подумать над этим. Но черные порезали в другом месте. И теперь белые могут, усилив свою тройку. Она тоже в том, что в слабом положении. Такая же черная тройка в слабом положении. Такая же белая. Надо усилиться. И теперь сюда. Дело в том, что белые угрожают все время опуститься в b13. И уже черная тройка ее будет не спасти. Не сейчас. Сейчас слишком мало степеней. Белые проиграют этот 7i. Но чуть попозже. После, скажем, вот этого хода, как в партии. Дело в том, что резать-то нельзя. Потому что черные сами будут порезаны. А если черные просто спокойно отойдут. То вот теперь они уже теряют тройку. А вместе с ней и все надежды. Ну, слишком. Потому что белые съели. Вышли наружу. Тут две слабые черные группы. Уже, в общем-то, все. Ну, разумеется, поэтому надо защищаться. Ну, и теперь у белых радость. Они могут атаковать тройку со всех сторон. Причем можно атаковать с этой стороны. Но черные все-таки уйдут. И это будет гнать на свои слабые камни. Это слабые камни белых все же. Поэтому надо гнать в другую сторону. От своих слабых камней. Это тоже такой один из принципов атаки. И вот черные бегут. Ну, и, собственно, Слава, как на стриме говорил, он в этот момент был рад. Почему? Потому что черные с какой стороны не сыграют, им надо упрыгивать. Если они прыгают так, 2 и 1, то вот в эту точку, где недостроенная бамба, белые атакуют. И, соответственно, черные защищаются. Белые сюда. Им уже вообще не спастись. Можно проверить. Съели. Даже если черные вот в этот момент опустятся. Есть такое-то Судзи. Атари, Атари и Атари. Черным не спастись. Ну, просто единственное, что вот это Судзи надо знать. Если, соответственно, черные пойдут с другой стороны, чтобы белые не могли напасть, то все проще. Будет такое, Атари. И съели. Таким образом, делать нечего. Черным вообще так играть нельзя. Но и на другой ход есть тоже ровно такое же Судзи, недостроенную бамбу. И тоже черные будут убежать с плохой формой. Белые, скорее всего, там рано или поздно защитятся. Но это еще уменьшит степеней. Количество степеней у черных. То есть им плохо. Но это еще не лучший ход в этот момент. Белые. То есть Слава придумал жертву. Да. Некоторые любят Сакрифайс. И вот он. Ну, сейчас, скорее всего, черным уже нельзя сюда играть. Просто потому, что они семяиты выиграют. Будет вот так. Не обязательно это делать сразу. Можно на кого удары оставить. Но теперь еще и ход белых. И у них прям огромная стена. Здесь вся территория. И просто любые. Хоть здесь ходы. Хоть какие-то прилипания. Хоть можно с той стороны забирать. Это уже заявка на победу. Вот это все мое просто белое. Да, сюда можно вторгаться. Но черные-то за это получили вообще всего 3 камня 6 очков. Поэтому, скорее всего, это не вариант. Надо съедать. Но ты тут-то не лучше. Сжатие. И продолжается. То есть, на этом все не кончается. Форма черных только что стала плохой. И белые продолжают гнать. То есть, форма еще ухудшается. Да, Атари. Но еще одна жертва. Черных форма стала еще ужаснее. Единственное, что у белых, конечно, несколько дырочек. Надо их все защитить. Они все это защитить не успевают. Но, можно продолжать атаку. Зачем защищать? Атари, 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 Атари. И забрали. Да, там опять же в стриме Слава рассматривала вариант, что будет, если черные в этот момент, ну, например, в этот, пойдут сюда или даже сюда. Ой, простите, не в этот момент. А, да. Нет, все правильно. Вот в этот момент. И вроде бы белым, ну, если они защищаются здесь, то черные выигрывают 7, а слабости остались. То есть, это им чуть лучше. Соответственно, на такой ход, скорее всего, белые играют. То есть, черных снова 2 степени. И теперь доели. Все ровно то же самое. Но черные еще отхватили этот кусок. А это 8 очков. И здесь еще соседние. Это больше десятки. Это все-таки много. Но. Но, но, но. Ладно, не будем вдаваться в варианты. В партии было вот так. Это вбрасывание, конечно же, лишнее. Обычно его делают, когда у соперника уменьшается количество глаз. Тут количество глаз не уменьшается. Просто это от Ари чуть менее ценным стало, чем вообще без сбрасывания. Поэтому, вопреки распространенному мнению, не всегда надо это сбрасывание делать. Но, видимо, здесь это было просто по приколу. И белые даже соединились. Да, это большое Йоса. Но, пожалуй, стоило рассмотреть и варианты с захватом еще большего числа очков. Где-нибудь здесь. Или уже, не знаю, вторжение. Ну, кто любит Сан-Сан. Так, вторжение на сторону соперника. Опять же, игра на Мойо. Прилипание здесь. То есть, либо вторжение внутрь, либо стенку сюда. Но, белые просто защитили Йоса. Видимо, потому что Слава любит Йоса. И черные защитили угол. Ну, и все равно в этот момент смотришь. Тут территория-то у белых почти надежная. А здесь у черных столько же, но куча точек вторжения. А здесь еще территория у белых, и все суперкрепко. И здесь все суперкрепко. То есть, все явно в пользу у белых. Но все же угол там большой. Поэтому такой ход. Это было придумано еще и до компьютеров. Раньше всегда играли только типа R14. Ну, или прилипание, может быть, R16. Потом придумали, что есть такой ход. Ну, или S16. Один из возможных вариантов. Разрезание. Ну, я видел в некоторых вариантах, когда отдавали вот такой камень. Но это не совсем в тех вариантах. Просто там у белых становилось меньше глаз. Но они соединяли свои внешние камни. Но здесь незачем так делать. Можно же просто выжать в углу. И черным можно просто защититься. Да, на самом деле здесь пустой треугольник. Это как раз хорошая форма. Ну, точнее, лучшая из возможных. Белые, вроде как, если по-нормальному играть, должны так делать. Но, во-первых, у черных уже все больше защищено. Допустим, они закрылись. И у белых еще светится S18. Поэтому белые не вставляют это от Ари. Белые сразу играют сюда. И теперь, если черные играют в другом месте, то им грозит лесенка. Их просто поймают. Поэтому, разумеется, черные защищаются. Но как? Если защититься более хорошей формой, то как раз будет Татари. И либо черные поставили лишний камень Q14, либо, если они съели, то возникает слабость с другой стороны. И белые могут как резать и бороться, так и просто угрожать вытащить этот камень. То есть получить лишний сент охот на территорию. Это все черным хуже, поэтому оказывается, что это лучшая форма. Пустой треугольник. И теперь уже черные имеют право играть в R17. И съедят одну из двух двушек. А вместе с ней и весь угол. Соответственно, белым надо выживать. Оба довольны. У черных здесь степень тоже не занята. А это значит, что белые не могут резать в P16. Они будут взяты в пасть игра. Ну и теперь черные лишились большого количества территории. Вроде у белых все хорошо. Надо что-то делать. Надо вторгаться. Вот черные вторглись. Ну и в этот момент, на самом деле, мне кажется, стоило задуматься над тем, чтобы захватывать все целиком. Да, есть неприятные сентноходы. В том числе от Ари. Можно пойти и так. Но черные даже не будут идти на семя, и хотя они... Ой, да, белые. Не будут идти на семя, и хотя они могли бы пытаться убежать и нарастить себе там доме. Но зачем им это? Они могут сыграть так. А на какой-нибудь такой ход так, просто у них здесь слишком много камней. Ну и черным было бы проблематично выживать. Хотя есть какие-то прилипания и разрезания. Ну, может быть, белые бы пошли сюда. Мне кажется, стоило за белых сыграть так, и черным было бы очень сложно. Но даже если бы выжили, стенка белых, в общем-то, нейтрализует стенку черных. То есть о мою ни о каком говорить нельзя. А, в общем-то, черные в партии... Я так заранее спойлерю, да? Черные в партии получили здесь мою. Ну, потому что белые просто защитились и просто порезали. Может быть, все еще стоит съесть, просто чтобы ход H7 не был от Ари за черных. А сейчас он от Ари. Может, это так сыграть? Ну нет, тут потом уже не порежешь, конечно. Вот, порезали. И это, ну, вроде как, частично жертва. То есть тут пару камней пожертвовали белые, причем очень красиво. Но здесь уже черные начинают жертвовать. У них все еще H7 в сенте. А белым все еще надо защищаться, потому что неприятное пролезание понизу. Сента. И вот так. И тут была только что территория белых, но что мы видим? Черные отрезали камни. Даже если эти камни выживут, то это будут какие-то два очка. А если не выживут, то это вообще все мою черных. Что же произошло в партии? Сюда. И, скорее всего, черным надо блокировать. Просто блокировать. Если белые защищаются, то это слишком медленно. Они падут под атаку с одной или с другой стороны. Все равно им некуда бежать. Поэтому, скорее всего, белые просто бы на это продолжили какое-то бегство. И убежали бы или нет. Скорее всего, бы убежали. Потому что все же у черных много слабостей. Также можно рассмотреть сюда ход. Ну, не знаю. Мне кажется, что пануки слишком сильные. И белые, ну, как им бежать сюда, вообще не вариант. Черные просто это все атакуют. Куда-то, ну, здесь на слабость сыграть. И бежать дальше. Вот, возможно, да. Возможно, так стоило сыграть. Может быть, именно в этом причина, что черные так не пошли. Но, опять же, никто не мешает так и защититься. Но это тогда уже чуть лучше за белых. С другой стороны, их форма тяжелее, конечно, становится. Ну, так или иначе, черные вообще не пошли сюда. Они прилипли. А прилипание, это, как правило, у нас уже не совсем атака. Атака очень редко, вообще почти никогда не прилипают ради атаки. Потому что, когда атакуют, нужно это делать издалека. Ну, это для чего? Все просто. Чтобы у соперника, который слабый, не появилось лишних камней. У того, который сильный, у него и так много лишних камней. Ему еще лишние пользы не сделают. А вот тому, который слабый, ему, наоборот, нужно больше камней. И при всяких разрезаниях, прилипаниях он их получает. Поэтому прилипание обычно это не атака. Ну, а здесь это как раз черные выбрали как атаку. Но, на самом деле, это, скорее всего, просто ведет к сложным вариантам, к разрезаниям. И вот, да. Да. И у белых все еще отрезан камень. Но уже не оба два, а один. Правда, более надежно. Так. И в этот момент, опять же, в стриме Слава посчитал. Такой говорит. Ну, вроде черные не могут резать. Но, с другой стороны, что черным делать, если не резать? Не так же играет. Так, и у белых все надежно. Моги еще надо как-то защищать. Это чуть хуже. Оказалось, что резать можно и нужно. То есть, не знаешь, что делать реже, да. Но в том смысле, что просто это оставляет сопернику слабости. Не для того, чтобы им порезать и убить. А чтобы порезать и заставить соперника где-то защищаться. Точнее, в данном случае, ну, понятно, защитились Сента. Здесь черные не берут так, потому что просто... Их три камня не просто будут съедены, а это уже дырка в их мою. То есть, черные что получили, они просто спасли свои камни. И все. А дырка в мою осталась. Вместо этого черные что выбирают? Они забирают все хорошо справа. И они пожертвовали эти камни. То есть, это такая контр-жертва. Причем теперь уже не только двух, а уже еще и семи камней. То есть, сейчас Аскар выигрывает по числу пожертвованных камней. Слава, такого, скорее всего, не ожидал. Да, он говорил в стриме, что недооценил эту жертву. Белые обязаны черных доедать. По степеням у них все нормально. То есть, это все съедено. Но в итоге, опять же, черные камни это семь. То есть, четырнадцать по номиналу. Ну, и еще несколько очков рядом. То есть, опять же, не больше двадцати. Это опять слабые камни, прилипшие к сильным камням белых. Конечно, не совсем сильно. Там только что были слабые камни. Но вот уже конкретно в этом варианте. Эти камни черных уже никого не режут. Они просто слабые. Зачем их тогда спасать? Ну, конкретно я имею в виду тот вариант, где черные могли спасти свои камни, но потерять намного больше вот здесь. Вот это было бы плохо для черных. А здесь черные теряют те камни, но внезапно получают моё. Вот такое моё. И вроде же в тот момент, когда белые получили там стенищу, у них все было хорошо. У черных уже была грустная позиция, потом белые еще и угол отняли. А в итоге оказывается, что у черных моё-то больше. Я могу включить оценщик. Наверное, все мы любим оценку КГС. Вот он. Сейчас я покажу. Вот. Здесь мы видим, что мне больше всего всегда нравится. Это, что, допустим, пленный камень белый, а рядом с ним есть у белых очко. То же самое здесь. Эти камни почему-то пленные. Вот эти. Но. Ой, может не видно, я сейчас мышкой его показываю. Вот этот пленный камень, а рядом с ним очко белых. А здесь вот эти пленные, якобы на самом деле живые камни белых. Но рядом с ними все очки белых. Вот это вот вообще радует. Очень прям. Но. Факт есть факт. Что у белых территория достаточно такая закрытая. Поэтому она посчитана, скорее всего, правильно. У черных нет. Черным вот здесь вот. Здесь надавали много лишних очков. Но все равно перевес в 60. То есть 60 не в 60, но вот если я это все вычесть, то очков в 15-20-то останется. Да, это внезапно. То есть такая жертва после жертвы. И моё. Просто моё, и оно, получается, выигрывает. И что же происходит дальше? Ну, дальше белые пытаются расширить свою территорию, вторгнуться к чёрным. Если бы, кстати, здесь был занят, было, ну, камень бы здесь белых стоял, доме чёрных было бы занято, то разрезание П-16 бы работало, это было бы страшно. А сейчас это не страшно на самом деле. Может быть, стоило сюда пойти, чтобы оно работало. Ну, скорее всего, чёрные батареи так защитились, не знаю. Но в любом случае здесь так, и вот. Что это? Можно же было просто, опять-таки, защитить территорию. Но какая-то снова контр-игра. Скорее всего, это именно связано с тем, что можно вытащить камень G-16, и там шантажировать соперника. Чёрные так сделали. Опять сложные перерезания. Да, в этот момент есть возможность такая, но так никто и не делает. Как сказал Слава. Ну, и действительно сюда. Ну, так это слишком большая потеря для белых. Дело в том, что чёрные не просто вытащили свои камни, а в том, что на какой-нибудь этот ход они даже не дадут отрезать, они ещё и соединятся. И белые, если хотят спасти все свои группы, чтобы у них Йоса была хорошая, они обязаны ещё защищаться. То есть это вообще не вариант. Хотя в иных случаях возможно, но... Ну, то же самое, если так и, допустим, сюда, то, опять же, они будут съедать, давая возможности это. Разумеется, пойдут сюда, сюда. И вообще уже ход чёрных в другом месте, они начинают атаковать группу. То есть это что-то страшное. Разумеется, белые так не пойдут, не идут сюда. Этот ход не особо работает. То есть белые отдают свой камень, чёрные могут его забрать, но белые спокойно выходят на этом в зону, тут не режутся. Дело в том, что этот ход не сента, в том смысле, что у чёрных здесь ничего нет, они ничем не грозят. Значит, белые могут так играть, а чёрные не могут. Поэтому чёрные просто продолжают защищаться. И, видимо, они, если белые сыграют в другом месте где-то, то они уже считают вот все такие варианты возможные. И уже с этим камнем, скорее всего, у чёрных всё хорошо, а у белых нет. Поэтому белые защищаются. Чёрные защищаются тоже. Причём сента. А почему интересно сента? Наверное, там ко-борьба. Но пусть им белые сыграли где-то в другом месте. Чёрные сюда. Белые не могут играть с этой стороны. Чёрные есть. Белые играют сюда, сюда. И всё, отсюда нельзя, отсюда нельзя. То есть, нужен целый лишний ход. И чёрные успевают белых доесть. Внезапно. Значит, так нельзя. Нужно играть с этой стороны тоже не вариант. Три у чёрных, а у белых всего две. Поэтому нужно играть сюда. И что дальше? Так, так, так. Опять белые не могут напасть ниоткуда. Белые не могут защититься, потому что уже от Ари. Белые играют какое-то ко. Причём оно ещё и двухходовое. То есть, если белые выигрывают. Чёрные наносят один ко удар, белые не отвечают. То им ещё второй раз нужно выиграть это ко. Это тоже ужасно. Поэтому на этот ход приходится отвечать. Это тоже сента. Ну и всё, чёрные замкнули территорию. Дальше происходит ничего. Только Йоса. Конечно, Слава любит Йоса. Но тут вариантов изменить уже результат партии. Оказалось, что нет. Вот внезапно просто у чёрных мой из ниоткуда. Если честно, Йоса можно просто промотать. И вот он, результат. Вот он, результат. А у чёрных на 15,5 очков больше. Вот так. И вроде бы ничего не предвещало. То есть, вот реально в момент, когда была сделана вот эта жертва. Ну, всё уже сразу смотришь так. Сверху всё за белых, снизу всё за белых. У чёрных одни дырки. Единственное, что вот этот ход может быть пассивен. Всё-таки угол-то больше. О, 17. Больше, чем Тойоса. Может быть только это. Но всё равно смотришь. У белых всё хорошо. У чёрных такой же объём территории, но абсолютно незащищённый. И нет 15 очков. То есть, на красивую жертву. Ещё раз смотрим в замедленном повторе. Красивую жертву. Жертву уже второго камня. Жертва ещё трёх камней. Ещё одного лишнего. Вот, на такую красивую жертву. Нашлось отрезание. Вот здесь вот. Ну, мне кажется, здесь всё-таки, да, не надо было белым так играть. Ну, подумаешь, один камень. Ну, или добей и продолжай атаку. Или, возможно... Или, возможно, сразу начинаю атаковать. Мне кажется, что-то такое было бы нормально. Но, тем не менее, произошло отрезание. Но, тем не менее, произошло отрезание. И вот, в этот момент у чёрных тоже супер-жертва. Все камни слева, но прилипшие опять же к стене белых, пожертвованы. И всё. И всё. Моя перекрывает все предыдущие потери. То есть, уже можно сказать, что в этот момент практически чёрные выиграли. Вот такая интересная партия. Старайтесь играть так же красиво. И присылайте партии с такими же красивыми жертвами куда-нибудь. Ну, например, мне. Всем спасибо. Надеюсь, вам понравилось. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok